Сегодня опять говорим про цену биткоина, но что более важно, про цены альткоинов. И скорее всего, после того, как вы увидели это название, вы подумали, что я сумасшедший. 10 тысяч долларов в этих альткоинах сделает вас миллионером. Услышьте меня, ребята, и досмотрите это видео до самого конца. И, возможно, начнёте думать по-другому. А также обязательно ставьте лайки. И также обязательно оставляйте свои любимые альткоины в комментариях. Интересно будет узнать, совпадёт ли у нас что-нибудь. И для начала, большое предупреждение. Вы знаете, что я большой любитель биткоина. У меня где-то 75-80% в биткоине. Однако оставшиеся 20% находятся в эфириуме и также в альткоинах. И большая часть, конечно, в эфириуме. Но я хочу сейчас начать вкладывать больше в альткоины. И да, совсем немного. И у меня есть ещё одно полностью посвящённое видео, почему я оставляю большую часть в биткоине. Но сегодня я всё же хочу поговорить про альткоины. И знаете что? Особенно к самому концу. Возможно, некоторые альткоины удивят вас, так что обязательно досмотрите до конца. И начать я хочу с эфириума. Да, это не особо большой сюрприз, конечно. Но у эфириума огромный эффект сети. Очень много умнейших разработчиков. Уже тысячи различных разработчиков. И что самое важное, эфириум 2.0. Сейчас. Да, я понимаю, что звучу как заевшая пластинка, но кажется, что он прямо за углом. Я в крипто многие годы. И я ждал этого очень долго. И, конечно, уже много чего повлияло на цену. Но фундаментально это всё улучшит эфириум. Он станет более масштабируемым. Конечно, эфириум не такой безопасный, как биткоин. Он менее децентрализован. Но так со всеми альткоинами. Так что эфириум – это моя самая большая позиция в альткоинах. Второй альткоин также не особо удивляет. Но вот остальные будут довольно интересными. А последний, скорее всего, многие из вас даже не слышали о нём. Так что да, досмотрите до конца. Итак, следующий BNB. Итак, это для меня даже немного удивительно. Но это очень крупный игрок. Бинанс даже больше сейчас, чем Coinbase, если не включать IPO. И Бинанс на данный момент очень страдает от регуляторов. И по моему мнению, если бы этого не случилось, цена бы уже была гораздо выше. И вот что я наблюдаю. Рынок высчитывает, что подавление Бинанса грядёт. И мы уже видим это. Они ввели обязательные KYC. Лимит на выводы. Они убрали торговлю с кредитным плечом во многих странах. Например, в Германии, Британии и так далее. Однако, ребята, Бинанс огромен. У них почти безлимитные деньги, на которые они могут защитить себя с помощью юристов. Они могут искать какие-то дыры, менять юрисдикцию и так далее. Так что я думаю, что в конечном итоге, Бинанс выйдет победителем. И если это случится, тогда они догонят свою цену, которая должна у них быть, учитывая все фундаментальные вещи. Конечно, в этом много хайпа, но посмотрите на объёмы. Посмотрите, где его можно использовать. Можно обменивать. Есть децентрализованные биржи. Можно участвовать в ИДО. Он просто невероятный. Так что это мой второй альткоин. Конечно, держите в голове, что биткоина я держу, скорее всего, раз в сто больше, чем Бинанса. Но несмотря на это, альткоин очень сильный. И сейчас давайте перейдём к следующему. Кстати, спуститесь вниз, нажмите на колокольчик и на всё. Если не хотите пропустить ещё одно видео, которое я совсем скоро загружу, по поводу моей альткоин-стратегии. Не только про то, какие альткоины я покупаю, но также, как я и буду забирать прибыль. И на каких ценах. Это видео будет именно на этом канале. Так что обязательно подписывайтесь. Таким образом, вы не будете рабом YouTube-алгоритма. И точно не пропустите видео. И сейчас давайте перейдём к следующему. Следующий альткоин более удивляющий. Это Solana. Solana – это блокчейн со смарт-контрактами, на котором можно проводить до 50 тысяч транзакций в секунду. И, конечно, это не значит, что чем больше транзакций, тем лучше. У биткоина вот их семь, например. И, по моему мнению, это лучший блокчейн в истории человечества. А вот у Solana 50 тысяч. И он, конечно, менее безопасен. Однако, это замечательный блокчейн. И у меня есть друзья, которые сами что-то делают на Solana. И... Знаете, у меня есть некоторые инсайды. Это отличный проект. Но мы видели совсем недавно огромный хайп. Он получил много процентов. Так что вот, что я делаю. И это не совет, но все же вот, что я делаю. И, возможно, я расскажу об этом в следующих Тиэй. Я буду искать хорошую цену для входа. Потому что я не хочу закупаться на зеленых свечах. И в самом худшем случае буду просто стоять и ждать. Если же он получит хорошую коррекцию, и, например, в следующих Тиэй видео, когда буду рассказывать про Solana, я расскажу и про уровни, на которых я хочу зайти. Итак, давайте поговорим про следующий. Следующий. Это Элронд. И, возможно, это сюрприз для вас. И, кстати, ни один из этих альтконев не является спонсором этого видео. Вообще не один. Но с Элрондом мы работали немного вместе. У меня есть контакт, их директора и так далее. Но именно поэтому-то я и люблю этот проект. Потому что я знаю его чуть глубже. И это хорошая альтернатива Солане. Потому что, по моему мнению, будет либо Солана, либо Элронд, либо они оба. И если будет хотя бы один из них, я буду частью этого. Элронд – это также платформа со смарт-контрактами. И они выпускают много чего. Они собираются запустить свап на Элронде. Скорее всего, лаунчпад в будущем. Кстати, на Кардана тоже будет лаунчпад в будущем. Так что альткоин определенно хорош. Следующий альткоин – это Кардана. И вот следующий, шестой альткоин вас удивит. На Кардана также скоро запустится лаунчпад. И, конечно, он получил много процентов. Но в общем и целом он был выпущен в 2017 году. И он уже тогда получил что-то в 2017 много хайпа. И сейчас он вернулся. И это показывает силу. Потому что многие альткоины этого не сделали. Многие альткоины из 2017 года не вернулись так же. Они получили немного, но и потеряли в паре с биткоином. А Кардана постоянно делает новые рекорды. Даже в паре с биткоином. И это, да мои господа, хороший знак силы. И это показывает мне, что Кардана останется с нами надолго. И последнее, ребята. Может быть вы уже угадали. А может кто-то про него писал в комментах. Вау, у нас тут турбуленция. Это интересненько. Немного все трясется, но видео-то надо доделать. Итак, последний альткоин это компаунд. И компаунд, по моему мнению, из всех альткоинов, про которые я говорил сегодня, самый децентрализованный. А именно, это причина, по которой я в криптом мире. Поэтому я думаю, что действительно все, что децентрализовано, как биткоин, эфириум на очень большом градусе, и также компаунд, не полностью, но тоже на высоком уровне. И у него есть огромные шансы на успех, в долгосрочной перспективе. И я собираюсь купить компаунд. Я пока не инвестировал в него, но я закуплюсь компаундом в ближайшее время и буду держать его на долгосрок. И очень важно, чтобы вы посмотрели не только это видео, но также и следующее, где я поговорю про цели на цены, про конкретные стратегии, где я буду продавать, как много я буду продавать и в пользу чего я буду продавать. Обязательно пропуститесь, чтобы не пропустить это видео. И также пошумите с алгоритмом, лайкайте, комментируйте и делитесь этим видео. Большое спасибо, что посмотрели это видео. И мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, ребята, пока-пока.